По решению Тартусского административного суда Тамара Луйгас была восстановлена на своем рабочем месте. В суде я просила первое, что о первоначальном защите, также мотивировала тем, что решение было принято мэром города незаконно, и чтобы не были бы ущемлены и мои права, и также права человека, который приняли бы на эту работу. И второе, что я подала жалобу на приказ мэра города. Тартусский административный суд принял решение 11 числа, о котором была оповещена и мэр города, и также и я. И 12 числа я вышла на работу. Что было, значит, административный суд удовлетворил мое ходатайство об первоначальной защите. Это означает того, что с 11 числа было приостановлено приказ номер 80 мэра города, по которому была я уволена, и это означает то, что мэр города должен был немедленно начинать выполнять данный приказ, то есть решение суда и отменить приказ. Об этом, что я вышла на работу, сообщила мэрию, моего посредственного начальника госпожи Натальи Шибаловой я не застала, и поэтому я передала секретарят, что я вышла на работу. Но, как вы уже знаете, что основная работа нашего всего горуправления – это работа с регистром документов. И регистр документов для меня доступ не был открытый. Я об этом сообщила письменно и мэру города, что, чтобы, значит, сделала по имейлю, сделала письмо о том, чтобы мэр города начал бы все-таки выполнять решение суда. Также я такое же письмо написала господину Лимецу. Также я написала такое же письмо Наталье Шибаловой, от кого я получила ответ, что по этому вопросу я должна обращаться к господину Лимецу. А от мэра города получила сегодня утром мэй, что я вообще с облуждением веду, что он начал выполнять судебное решение. Могу сказать, да, действительно, что они, наверное, до сих пор уже привыкли за эти 10 лет то, что в Нарве есть свои законы. А в Эстонии, а то, что касается наших государственных законов, это вообще ни к чему. То, что не выполняется решение суда и рекомендации, например, канцлера права, это уже не новость, это не первый раз в нашем городе. Ну и они почему? Неугодный чиновник, и зачем его выполнять должны? Им не нравится это решение, но, значит, они решили, что они его выполнять не будут. Вообще я хочу сказать, читая комментарии и по звонкам, и все, вообще-то хочется сказать большое-большое спасибо всем жителям города Нарвы, которые хотят, чтобы в городе Нарве все бы изменилось бы. Но не может же так годами продлиться то, что творится в Нарве. Сколько можно все-таки, или какое все-таки терпение у жителей Нарвы, чтобы вот постоянно-постоянно, неужели, ну, ни для кого это не секрет, что бюджет Нарвы все-таки из года в год было огромное, но почему-то жители Нарвы все становится все беднее и беднее. И не видно, и рабочих мест все время меньше становится. Таким бюджетом, который у Нарвы было, я думаю, что можно было тут выстроить, отремонтировать и создавать рабочих местах не одно. В пятницу 13 января в 15.00 был остановлен приказ номер 80 об увольнении нарвского чиновника Тамары Луйгос. С понедельника 16 января Тамара Луйгос на законных основаниях приступила к своим полным рабочим обязанностям.